приветствую дорогие мои это канал школы вязания в сегодняшнем видео мы вяжем рисунок который набывает только популярности сейчас это такой узор чешуйки дракона так выглядит рисунок с лицевой стороны и вот так на изнанке для узора возьмите спицы примерно на размер больше чем обычно вы берете для своей ниточки что у меня за ниточка я покажу вам в конце видео пирку значит набрать нам нужно петли классическим способом набора любое четное количество петель подходит у меня набрано 12 петель вязать будем по схеме первый ряд схемы у нас внимание с изнаночной стороны и так первая кромка мы ее просто снимаем дальше все петли выполняются лицевыми петлями я буду вязать классическими петлями это классическая лицевая за переднюю стенку так лицевыми довязываем до конца ряда кромку вяжите или всегда лицевой или всегда изнаночной я провяжу всегда лицевой вот это у нас первый ряд с изнаночной стороны работу поворачиваем второй ряд у нас лицевая сторона снять первую петлю во втором ряду также все петли выполняются лицевыми вот лицевыми я вижу до конца ряда это наш второй ряд лицевая сторона кромку также лицевой вот работу поворачиваем третий ряд у нас снова с изнаночной стороны снять первую петлю теперь все петли выполняем изнаночными петлями вот каждую я вяжу изнаночной петлей значит я сейчас вяжу классическими изнаночными вы можете вязать как классическими так и бабушками так как вам удобнее на рисунок это совсем не влияет кромку если вы изначально вязали лицевой то и сейчас провязывайте лицевой вот готов третий ряд так смотрите вот эта лицевая сторона у нас получился один вот рубчик изнаночных петель и два ряда лицевых петель провязываем четвертый ряд лицевая сторона крайнюю петлю снять раппорт рисунка будет 1 лицевая а дальше чтобы провязать следующую петлю мы правой спицей спускаемся на 3 ряда ниже вот под перемычку изнаночной петли затем подхватываю лицевую петлю с левой спицы провязываю ее и вытаскиваю ее из-под перемычки снять со спицы вот эти две петли это раппорт нашего четвертого ряда 1 лицевая правую спицы ввести под перемычку изнаночные петли первого ряда на 3 ряда ниже так провязать петлю лицевой и вытащить ее из-под перемычки снять со спицы еще можно так провязывать 1 лицевая следующий так из-под следующей петли мы подхватываем на правую спицу перемычку саму петлю провязываем лицевой и перемычку набрасываем на провязанную петлю смотрите как вам удобнее лицевая подхватить перемычку и провязать ее вместе с петлей на спицах получается видите лицевая подхватываем перемычку провязываем вместе с петлей на спицах и в конце кромку я вижу лицевыми петлями кромки так это наш четвертый ряд она кому-то может показаться что он вообще что-то несуразное но нужно будет провязать немножко выше чтобы уже увидеть сам рисунок так работу поворачиваем пятый ряд у нас изнанка первую петлю снимаем и все остальные провязываем лицевыми петлями так лицевыми за переднюю стенку вот я вяжу до конца пятого ряда и кромку тоже лицевой готов пятый ряд работу поворачиваем шестой ряд у нас лицевая сторона первую петлю снимаем все петли выполняем лицевыми петлями до конца ряда все петли лицевые кромку лицевой так есть работа поворачиваем седьмой ряд у нас изнаночная сторона снять первую петлю все петли выполняется изнаночными так кромку внимание лицевой изначально начали лицевыми вязать работу поворачиваем восьмой ряд у нас лицевой стороны снова мы получили рубчик изнаночных петель два ряда сверху лицевых петель теперь эти две петли что у нас были четвертом ряду мы меняем просто местами первую петлю снять правой спицы завести под перемычку на три ряда ниже провязать ее вместе с петлей на спицах и одна лицевая подхватить перемычку на три ряда ниже провязать вместе с петлей на спицах 1 лицевая так вы повторяете до конца ряда так и кромку лицевой петлей смотрите это мы с вами довязали восьмой ряд после него видите появляются первые чешуйки ряд ниже у нас тоже должен быть чешуйки но он слегка смаз и вот и большом образце когда мы повторяем восемь рядов тоже видите первый ряд слегка смазан а дальше у нас получается вот эти красивые модные сейчас чешуйки дракона то есть дальше мы вяжем с изнаночной стороны ряд лицевыми с лицевой ряд лицевыми с изнаночный ряд изнаночными и снова через одну провязываем на 3 ряда ниже значит вот такой невероятный рисунок у меня получается из ниточки гималай сета люк 100 грамм такой моточек 170 метров спицами номер 7 также для вас я решила показать как он будет на мериносе видите чешуйки чуть меньше но такие же красивые также лицевая и изнатка этот рисунок у меня выполнен из пряжи лана гата макси софт 50 грамм такой моточек 90 метров спицами четыре с половиной вот разница видите больше мне нравится именно когда рисунок на крупный наши пряжи спасибо большое всем за ваше внимание и всем до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok